Узбекистан Узбекистан Это обширная территория полынной пустыни, местами песчаной, с солончаками. Люди, населяющие этот район, до сих пор сохранили быт и традиции древних кочевников. В узбекской части плато «Газпром» получил право на геологическое изучение семи инвестиционных блоков. Специалисты «Газпрома» провели аэромагнитную съемку и высокоточную гравимагнитную разведку на площади 3000 квадратных километров. Переинтерпретированы данные прежней двухмерной сейсморазведки. Дополнительно проведена съемка 2D и 3D. Подготовлены к бурению 10 перспективных площадей для поиска скоплений углеводородов в юрских и палеозойских отложениях. В мае 2009 года поисковая скважина, пробуренная на площади Джел, дала приток газа. Цель поисковых работ – подтвердить перспективность юрских отложений кульбайской и аторбайской депрессии. В случае успеха промышленные запасы углеводородов в Узбекистане будут значительно увеличены. Тем временем в юго-восточной части плато Устюрт «Газпромзарубежнефтегаз» вместе с национальным концерном «Узбекнефтегаз» уже 6 лет занимается восстановлением добычи газа на месторождении «Шахпахты». Это старое месторождение все еще таит в себе большой потенциал. На момент открытия в 1962 году начальные запасы газа промышленных категорий составляли здесь более 46 миллиардов кубометров. Добыча началась в 1971 году, а в 2002 ее пришлось остановить из-за недостаточной мощности потока газа для подачи на компрессорную станцию. К тому времени из месторождения было извлечено свыше 36 миллиардов кубометров газа, что составляет 80% его начальных запасов. «Газпромзарубежнефтегаз» начал капитальный ремонт и расконсервацию скважин. Достроенная дожимная компрессорная станция, введена установка предварительной подготовки газа. Оборудован современный вахтовый поселок для работников. Добыча газа возобновилась и стала расти. Возрождение Шахпахты дало начало выходу газовой промышленности Узбекистана из кризиса. А «Газпром» стал одним из первых инвесторов в нефтегазовый сектор этой страны. Продолжение следует...